Крепок как дуб. Эта пословица точно не про дерево, росшее до сегодняшнего дня в одном из дворов по улице Советской. Огромный дуб просто рухнул на головы жителей, не задавив никого только по счастью. Жители домов, выходящих во двор, где упал великан, с трудом приходят в себя и вспоминают, как гигантское дерево год за годом угрожающе скрепело. И как они обращались за помощью в органы власти. Вот я живу в этом дворе с 78-го года. Дуб, как нам объяснили, ему 400 лет. И вот мы дожили до этого времени, что сегодня женщина с этого дома только заходит в этот и оно падает медленно. Счастье, машины всегда здесь стояли, все. Ну нам повезло, в нашем дворе нам повезло. Ничто не случилось. Упавшее дерево повредило линии электропередач, досталось и стоящим во дворе сараем. Дуб раздавил крыши и стены, которые в свою очередь придавили находящиеся внутри вещи и технику жителей окрестных домов, велосипеды и мопед. Во дворе на момент приезда нашей съемочной группы уже работала служба спасения и инженер управляющей компании. Позвонили собственники жилья, сказали, что упало дерево. Мы были недалеко, на соседней улице, на адресе. Пришли сюда и дали соответствующие службы заявки. Приехали МЧС, дали заявку в аварийную службу, отключили электропитание, обесточили. И вот сейчас проводятся работы по опиловке этого дерева, чтобы можно было к вечеру восстановить электричество в эти все дома. Городские службы стараются как можно быстрее избавить жителей этого двора от упавшего дерева и восстановить электричество. Специалисты утверждают, что все неполадки будут устранены в кратчайшие сроки. Продолжение следует...